Библейский портал экзегет.ру представляет Шестая глава книги «Левит», мы ее читаем для библейского портала «Экзегет» в переводе «Российского библейского общества». Ну и много у нас тут возникает разных ситуаций, сложностей. И вот хорошо было в начале жертвы всесожжения, вот человек отдает Богу целиком, ну символически себя, но на фактическом уровне это животное, которое приносится в жертву. А вот тут всякие пошли жертвы искупления, жертвы за грех и сложные длинные правила, вот скучно с этим разбираться. Но очень важны принципы, то есть человек, который невольно нарушил свою чистоту ритуальную, который невольно оскорбил Бога, имеет пути к прощению. Все ритуализовано, все через жертву. Жертва – это в конечном итоге признание того, что человек вообще-то сам виновен, сам достоин смерти, ну вот он отдает животное вместо себя. И вместе с тем очень много подробностей, а как это бывает, что человек говорит, я случайно, я ненарочно, так само вышло, как маленькие дети. Где вот та грань? И поэтому разбирается много конкретных случаев. Господь сказал Моисею, вот так начинается какой-то новый раздел, когда принципиально новая ситуация. Если человек согрешил, совершив преступление против Господа, и уже не сказано неумышленно, неосознанно, да, то есть здесь уже разобраны ситуации, когда он понимал, что он делает. Если стал отрицать, что ему на хранение, либо под его ответственность была дана какая-то вещь, или скрыл краденое, или незаконно отнял что-то у ближнего, или, найдя вещь, потерянную ближним, стал это отрицать. То есть, смотрите, ситуации фактического воровства, но не прямого воровства, взял, вытащил у другого, а присвоение чужой собственности. И это все одно и то же. Если совершил один из тех грехов, что люди могут совершить, и усугубил его ложной клятвой, да, то есть тем самым он себя и проклял еще, пусть тот, кто совершил такой поступок, и на кого легла вина, сперва вернет то, что было ему крадено, или отнято, или отданно ему на хранение, и не возвращено, или потеряно кем-то им найдено. Пусть вернет все то, о чем он давал ложную клятву, пусть полностью возместит причиненный ущерб и прибавит еще одну пятую. Одна пятая, соответственно, штраф. Кстати, не тяжелый, всего 20% штрафа, вот собственность у нас за многие налоговые нарушения более высокий штраф положен. Все это он должен отдать владельцу в день принесения возместительной жертвы, то есть сначала он исправляет допущенную несправедливость, а потом только он очищает себя. И пусть возмещение он принесет Господу барана без изъянов, а это уже штраф, который на него накладывается. Пусть выплатят священнику стоимость барана в качестве возместительной жертвы. Интересно, что вот эти вот искупительные жертвы, как правило, предполагаются символическими в виде денежного эквивалента. Потому что это уже не ситуация жертвоприношения, это скорее ситуация штрафных санкций, как я уже сказал. Жертвоприношение может и это в себя включать. Священник совершит над ним пред Господом обряд искупления, и проступки, навлекшие на этого человека вину, будут ему прощены. Но опять-таки не раньше, чем они будут исправлены. Так, ну а теперь мы переходим к еще одной теме, такое как бы примечание к предыдущему, к тому, что было в самом начале книги. «Господь сказал Моисею, взвести Аарона и его сыновьям. Вот закон для всесожжения». Оно было у нас в самом начале, это жертва, которая полностью приносится. Сначала было изложено главное, теперь такие второстепенные детали. «Жертва всесожжения должна оставаться там, где предали ее огню, на жертвеннике всю ночь до утра. На жертвеннике должен гореть огонь». Но еще там целый бык сгорает, да, то есть это долгая история. «Пусть священник, надев льняное одеяние, льняные штаны, прикрывающие плоть, лен более ценная материя, чем шерсть в те времена, и штаны, поскольку священник в данном случае должен активно действовать, то чтобы не было никаких неприличностей таких, да, когда у него там задираются, не все белье носили. Так вот, льняные штаны, прикрывающие плоть, соберет золу, оставшуюся на жертвеннике после всесожжения, и высыплет ее рядом с жертвенником. Затем, сменив одежду, ну еще бы он, пока золу собирал, перепачкался, пусть вынесет золу за пределы стана на чистое место». А может быть, это связано еще и с тем, что одежда, в которую он рядом с жертвенником священодействует, она отдельно от того, что он делает вне стана. Может, да и так это понятно, но напрямую не сказано. «Пусть огонь на жертвеннике горит и не угасает. Пусть священник каждое утро добавляет туда дров, раскладывает всесожжение, а вместе с ним сжигает жир пиршественных жертв. Огонь на жертвеннике должен гореть постоянно, не угасая». То есть, смотрите, жертва приносится, но огонь горит даже тогда, когда в настоящее время жертвы нет. Это такая постоянная готовность этого жертвенника к жертве. Ну и плюс жертвы всесожжения – это на самом деле те жертвы, которые делаются утром и вечером просто по уставу этого самого святилища. Но человек может приносить и свои. После жертвы всесожжения дальше шло хлебное, и здесь то же самое. Примечание про хлебное. Вот закон для хлебного приношения. «Сыновья Аарона должны возлагать это приношение пред Господа у жертвенника. Нужно взять из приношения горст муки с оливковым маслом, а также весь ладан, и сжечь на жертвенника как знаковую долю. Это будет благоухарный дым, приятный Господу». Это у нас уже было, да, вот когда приносится хлебная жертва, то это было описано. «Остальную часть пусть съедят Аарон и его сыновья. Хлебное приношение должно быть съедено в виде пресного хлеба на святом месте. Пусть съедят его во дворе шатра встречи». А также оказывается, что вот эта часть, которая остается священником, она не должна быть простой мукой, из которой делают что угодно. Без закваски нельзя готовить его на закваске. Я напомню, что и хлебное приношение без квасного приносится, потому что закваска или дрожжи, говоря современным языком, это то, что изменяет структуру теста, то, что, в общем, делает его чем-то иным, и Богу это не приносится. «Эту долю из приносимых мне даров я отдаю Аарону и его сыновьям. Эта доля – святынь и святынь, как в случае очистительной, возместительной жертвы». Ну вот, соответственно, это то, что дается священникам, но обладает высоким сакральным статусом. «Все мужчины из числа потомков Аарона могут есть ее, во веки, из рода в род. Она им причитается от приносимых Господу даров. И все, что соприкоснется с этими дарами, станет святыней». Тоже важно. «Она освящает окружающее». То есть, если положили там лепешку простую к этому хлебу, и лепешка стала святыней, ее нельзя есть никому, кроме священников, вот в этом святом месте. Вот для нас это необычно. Для нас, скорее, кажется, что осквернять что-то может, но не освящать прикосновение к святыне. А там это так. И вот эта доля Божья, она обладает свойством менять структуру даже того, что к ней не относится. Господь сказал Моисею, новый раздел, «Арон и его сыновья со дня своего помазания, а это первосвященник Арон, да, его сыновья, его преемники, со дня своего помазания, то есть вступления в эту должность, должны приносить Господу регулярное хлебное приношение из одной десятой пшеничной муки половину утром и половину вечером». Соответственно, то, что сопровождает утреннее и вечернее жертвоприношение, мы уже говорили, что они кочевники, они едят мясо с хлебом. Вот здесь, соответственно, жертва это мясо, хлебное приношение его сопровождает. Такой хлеб нужно готовить на противне с оливковым маслом. Этот хлеб, приносимый вами, должен быть испечен из хорошо замешанного теста, крошите его на кусочки. Ну, соответственно, его пекут и тоже сжигают на жертвенники. Это будет благоуханный дым, приятный Господу. Пусть так делает каждый священник, потом Акарона, который будет помазан как преемник Аарона. Такой хлеб причитается Господу вовеки и сжигается полностью. Всякое хлебное приношение священника должно быть всецело с сжигаемой жертвой, есть его нельзя. Ну, понятно, простые люди приносят эти хлебные жертвы, и часть идет священнику. Если священник приносит уже в сакральное священие его никого не, значит, оно сжигается целиком. Господь сказал Моисею, да, новый раздел каждый раз так начинается, возвести Аарон и его сыновьям. Вот правило для очистительного жертвоприношения. У нас уже было, казалось бы, все эти подробности про очищение, но сначала, как и в случае с предыдущими описаниями жертв о всесожжении, хлебная жертва говорилась о том, кто, когда, что приносит. А здесь подробности технологии, так сказать. Вот правило для очистительного жертвоприношения. Очистительная жертва должна быть зарезана пред Господом на том же месте, где режут жертвы всесожжения. Это святыня святынь. Священник, приносящий очистительную жертву, должен ее съедать. Нужно есть ее на святом месте во дворе шатра встречи. Все, что соприкоснется с этим мясом, станет святыней. Если кровь жертвы попадет на одежду, то забрызганную часть одежды следует отстирать на святом месте. Глиняный сосуд, которым варилось мясо такой жертвы, нужно разбить. Если же оно варилось в медном сосуде, этот сосуд нужно выскрести и вымыть водой. То есть малейшие частицы, они не должны пропадать, попадать в какое-то несвященное пространство. Отмывать одежду от крови, очищать медный котел от частиц этого мяса. А глиняный просто разбивать, потому что глина дешевая, можно новую сделать. Все мужчины из священнического рода могут есть такую жертву. Это святыня-святынь. Но мясо очистительной жертвы, кровь, которую вносили в шатер встречу, чтобы совершать в святилище обряд искупления, нельзя есть. Его следует сжечь. Вот у нас были разные очистительные жертвы, и часть из них требует внесения в шатер встречи этой самой частицы крови. То есть это более высокая ступень посвящения, и такое мясо сжигается. А очищения более простые, они предполагают возможность все это съесть. И принцип, который нам здесь виден, он тоже достаточно понятен. То есть нужно различать священное и обычное. И у священного есть разные степени. Вот их нельзя смешивать. Более того, священное, оно этой священностью, ну что ли, заряжает окружающие предметы. Вот горшок после этого нельзя просто взять и использовать для бытовых нужд. Он тоже становится священным. Вот с Богом нельзя просто так. Не получается чего-то ему там отдать и остаться в том положении, в котором ты был. Ты получаешь это освящение, даже если оно, казалось бы, тебя обременяет, даже если горшки потом приходится разбивать. Вот не получается иначе. Здесь существуют очень четкие и строгие границы. Это Ветхий Завет, да. В Новом Завете будет про преодоление этих границ, но чтобы их преодолевать, нужно их начать уважать для начала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok